привет олег привет всем вот мы встретились закончился буткем буквально только что вновь встретились вновь долгожданной победой над g2 так уж получилось на евролиге эль классика как вообще проходил этот буткемп расскажи какое настроение у ребят было все как всегда новый буткемп новая жизнь новые правила игры новые правила в команде всему учимся заново всегда так было и будет правильный горю новые разборки новые решения новые компромиссы но в целом да всегда так буткемп он наверное все-таки нужен для того чтобы более-менее сплотить команду что тут ты никуда не уйдешь тебя догонят ставлю фигарки уже пьяно зашел пьяно зашел ниндзя 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 на ниндзя стекает убили его зашел за бортиком за бортиком один был за бортиком один был пьяно убили бортик убью провалов на сто лет я ставлю кахалдивую волос даймы выйдет в туалете лежит хорош сзади туски доски двое раненых возможно да двое раненых было поднимают или да один ставит нт в туалетах чел парни чел ты нежели меня запушит парни я белую возьму 90 взял камеру блять по моей лестнице поднялся белая поднялся белая лоу один камин окно был ну окей ну этот bootcamp был посвящен в первую очередь евролиге отчасти рмл а как будет проходить подготовка на инви расскажи ну к инвитейшному мы готовимся еще до нового года начали готовиться в целом я не знаю будет ли эта информация уже в открытом доступе или нет ждем инвентейшнл все что делается делается не зря и делаем это в первую очередь к подготовке на инвентейшнл потому что ну как всем известно первый сезон стейджа первый стейдж мы начали очень плохо этого сезона по разным причинам где-то игра где-то сами где-то личностно где-то команда но отвечая на вопрос к инвентейшнл мы готовимся это главное о чем мы сейчас думаем вот последние несколько игр евролиги прошло допустим три штуки как менялось настроение в команде ты можешь заметить что вот если когда в начале началась серия поражений то произошел как бы тильт но потом команда начала из него потихоньку выходить несмотря на то что побед так и не наблюдалось и с чем это связано как психология такая работает тильт наверное не связан более с чередой поражений как и над обидными поражениями некоторые игры которые мы проиграли ну скажем так чисто по скилу что было прям видно они не вызывали тильт они не вызывали ну никакого упадка что ли они наоборот показывали выявляли наши проблемы над чем можно работать команде были действительно обидные поражения это вот например игра с виртус про где мы по сути уже выиграли но звезды сошлись так что нет это не так ну вот а как команда работает над ошибками то есть какие о чем проходят разговоры если взять какие-то детали как я заметил в большинстве своем это разбор позиций разбор игры ингейм лидеров то как они влияют на игру на ход раунда конкретно по поводу позиций то как можно улучшить качество той или иной позиции на той или иной карте ну примерно это проходит именно тогда то есть в целом просто улучшение себя улучшение качеств индивидуальных и командных и 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 плохо над ней работают иногда не очень добросовестно но работают соответственно ну появляются какие-то новые баги но и убирают какие-то баги старые а слушай вот буквально сегодня извини что перебьет сегодня буквально олег что там говорю что всех чутоков забанили да да это новость новая это прикол мем это не так обидно да я не буду ее устанавливать как и раньше если так ему глобально задуматься для чего вообще нужен киберспорт чтобы дисциплина не умерла и чтоб игра не умерла это важно потому что а киберспорт он подгоняет новых юзеров и старых возвращаться в свою игру то есть это очень ну просто привести пример если допустим у тебя есть игра который существует 23 n на количество лет в нее люди играют потом не перестают играть просто потому что пропадает интересно приедается и тут у тебя проходит какой-то турнир глобальный который смотрят все потом очень много зрителей все об этом говорят все смотрят у тебя подсознательно вызывается опять интерес к этой игре и ты по-любому не возвращаешься то есть если как я это вижу если игра компетитив то есть если она ну pvp скажем так то в ней обязательно поддерживать киберспортивную сферу потому что ну без этого игра рано или поздно точно загнется у нас был такой мем в эмбар в нашей группе vk и на ютубе в комментах это когда будет интервью с шепардом и мы убили этот мем когда сняли интервью с шепардом зашла а с тобой есть такой мем как когда мерч на мерч ну вот да когда у вас убьется с лестницы тогда и мерч аккуратно мерч скоро да нет ладно я окей убью этот мем я за мерч не отвечаю я не знаю я не знаю когда мерч если кто-то знает то я этого не знаю если кто-то знает напишите если это кто-то знает дайте знать ну что я этого не знаю просто этот мем можно убить не то что вот как ты сейчас сказал то что не знаешь этот мем можно убить выпустив мерч в этом проблема зачем идти по легкому пути когда можно просто ждать его типа и спрашивать когда мерч когда мерч когда мерч на самом деле инфы 0 да но у меня точно то есть У нас есть человек в организации, который этим занимается. Занимается. Но я вам скажу, зрители, по секрету. Я видел уже наработки. Типа черновики, дизайны. Там даже уже печатали кое-что. Да, но... Еще до прошлого моего влога. Да, в серию пока не запускается ничего. К сожалению. Ждем, ждем, ждем. Ждем. Скоро. Верфи скоро. Желтый, желтый убил. У вас забил, забил, забил. Я собью Плантер. Найс, лучший парни. Убьешь? Да. Плантер убил, копирка. Утельки, утилики, утилики, утилики. Он зашел виза, лейсер. Найс, умнички парни, умнички. Лучший. Убил с лажа. Найс, лучший. Он за белый дал смог. Найс, молодцы. Убил, убил. Желтый, желтый, желтый. Желтый взял. Живи, живи, живи просто. Ярсио, ярсио. Окей. Один желтый. Без меня не играйте просто. Пиан Репел. Пиан Репел и желтый. Наверх пошел, налево пошел. Убил вверх. Найс, пиан Репел. Левое окно, левое репел. Его дефуза нету даже парни. Лучший джойстик, лучший джойстик. Банан, Банан спустился, убил меня. Банан Репел. Ты ноль. Пиана убил. Утсайд двое, по-моему, Утсай пропил. Точно? Нет, не точно. Попал. Зашли, нашли оба, зашли, оба, шли, одного убил. Сейвся. На мусор, тихо, тихо, сейв, сейв. Сейву. Мужики, ему плентить надо, два в один. Плентить где-то? Между, между плентить вроде. Кидай к бою. Харос. По-моему, мы двое в шайбе. Джойстик, я смотрю желтую. Я в кассах. Один митинг. Один в шайбе, внутри шайбы. Вверху митинг, митинг, митинг. Один митинг, один шайба. Обил митинг. Найс, шайба был. Все, сейв, сейв. На. Да. Оба виза, оба виза возле аккорда. Запрыгнули кассы. На дефузире один. На дефузире. Второй виза не распускается. Виза не распускается. Оба сверху, оба сверху. Один митинг, ротается, ротается. Блядь, я не вижу. Пометки, пометки, пометки. Вот, прям, много увидишь. Блядь, блядь. Извините, господи, блядь. Слава богу. Ты вот что не видел? У меня труп на все ебал. Все дырки бежут. Хорош, жестик. Красавец. Блядь, блядь. Что за грядь, блядь. Я говорил, что хороший матч. Блядь, камбайк. Блядь, погибли. Блядь, погибли. Блядь, погибли. Блядь, погибли. Ага, я говорю, все ебалки, вауку и балабюта, победа. Победа. Ладно, выиграйте. Вот, расскажите мне, где он сидел. Выше, на метке. Я ни метку не вижу, ни выше чела не вижу. Потому что куда-то прострелите. Вон, 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 где нога. Это его нога. Где? Вот? Да. Ебаля. А у меня, знаешь, что чела... А, ебаля, я назначил его сопор. Блядь, какой жарочек. А что вы? Не, ну, парк, мэн, вот мэн был офигенный. Ну, почему, блядь, маэстро, а не эхо, блядь. Вот просто прикиньте, эхо такой из люка выпрыгивает. Пау, ты выиграл, да? Все. Что ж, дорогие друзья, вот и подошел этот буткемп к концу. Мы благодарим за то, что вы смотрели все мои видосы, наши видосы. С Олегом, с пацанами, с другим Олегом. Олеги. Во-первых, спасибо, что смотрите. Это важно. Ну, как я говорю раньше, главное не быть глором. Если вы true фанат, то будьте true фанатом. И в конце концов, ваша поддержка, и вот сейчас, ну, без какой-то наигранности, без натяжки и так далее, ваша поддержка, это реально важно. Это супер роляет. Типа, если вы думаете, что что-то там напишите, ну, подбодрить, это будет как-то банально или на общем фоне затеряется. Нет, нет, нет. Ваша поддержка супер важна, без шуток. Вот прям супер важна. Если ты выигрываешь, а еще и видишь слова поддержки, то ты как бы вдвойне выигрываешь от эмоций. Если ты проигрываешь и видишь слова поддержки, то ты, ну, не так сильно расстраиваешься. Так что в любом случае каждый из вас может внести свой вклад. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрит, болеет и поддерживает. Всем пока и увидимся на следующем буткемпе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok